Привет, друзья! Это пятый выпуск ответов на ваши вопросы, которые вы задаете нам в комментариях. Мы все еще в дороге, но готовы отвечать на ваши вопросы. Итак, Олег спрашивает, что вы думаете по поводу буллпапов? Приходилось ли стрелять из передела КК, либо буллок от рождения? Имеют ли они место быть в вашей жизни и в спорте? Ну, из буллок на базе АК стрелял, и они были ужасны. Я, кстати, один буллпап видел, который хорошо работал, и он был полностью вручную стрелком перелицован на чемпионате России, по-моему, года 3-4 назад я его встречал. Что касается родных... То есть ты хочешь сказать, что в спорте все-таки она была? Да, да, да. Как минимум в одном экземпляре она работала. И у нее был единственный меняемый спуск из калашоидов буллпапных. Что касается вообще буллпапов от рождения из АУГа стрелял, ну, блин, у него родной ужасный спуск пластиковый. Это просто ужас, и для практической стрельбы, я бы сказал, он совсем не подходящий. Да, он точный, и он, наверное, для каких-то ценителей чего-то удивительного, уникального. У туристического стиля 80-х годов, да. А про 12-ый, ну, ты рассказал, что стрелял из... Да, во-первых, какое-то время назад, какое-то, наверное, лет 8 назад, у нас предлагались сербские обвесы на гладкоствол, где можно было любое ружье на базе САГИ, 12-й переделок буллпап. И есть еще американский комплект. Я стрелял из американского и из нашего. Я могу сказать, что это интересно. Действительно, сокращается размер оружия за счет приклада. Но мне не показалась удобной перезарядка. УСМ на АК, они всегда через тяги сделаны, поэтому там всякие вот эти ненужные вещи, такие как деформация тяг во время нажатия, лишнее какое-то трение и так далее. Короче говоря, меня этот вопрос не впечатлил. И я не думаю, что у них есть какое-то будущее. Ради фана, да. И лучше посмотрите видео про самую странную винтовку. Опять переходите сюда. И вот там действительно очень классная винтовка. Не даст соврать мне Иван, с ней выиграли чемпионат России. Вот эта винтовка, эта винтовка. Так, еще один от Графа Хрущева. Он прямо жжет. Если не стрелять двойками, а стрелять просто с упора на точность. Насколько сильно вырастет результат при смене УСМ со стоковым на спортивный? И что думаете о стоковом УСМ АДАР? УСМ стоковый АДАР, если я не ошибаюсь, он такой же, как стоковый на любой арке, так называемый Милспек. Их производят разные люди, но это очень надежный, качественный, хороший УСМ. Технологически проработан до мелочей, но имеющий слишком большое усилие. И этим самым он не подходит для большинства спортсменов. Мало кто оставляет такие УСМ у себя на карабинах. При этом у него есть еще и излишняя амплитуда при ходе. То есть он слишком длинный для АЭР-системы. Хотя такой же диапазон кода спускового крючка на системе АК воспринимался бы как нормальный. Но в каком-то смысле на АК УСМ и даже лучше, потому что они более мягкие по нажатию. Потому что на Милспеке слишком сильное сопротивление. Ты нажимаешь, прям упираешься куда-то и только потом прожимаешь. А вот что касается точности, я не вижу, что есть какая-то прямая корреляция между точностью и УСМ. Поскольку точность зависит от ствола и патрона. А УСМ тут ни при чем. Он просто инициирует выстрел. На самом деле там вопрос-то был в том, что у нас новичок берет и стреляет. И вот здесь я не соглашусь, потому что на мой взгляд как раз-таки для новичка хороший качественный спуск будет намного полезнее и в том числе лучшую точность покажет в руках новичка. Потому что не даст, просто не позволит стрелку совершить некоторые ошибки. Если мы говорим о человеке, который много стреляет, о профессиональном стрелке, либо спортсмене, который достаточно опыт имеет, там уже качество спуска не будет иметь какого-то решающего значения. Да, будет удобнее, либо менее удобно. Но для новичка будет серьезно влиять, в том числе и на кучность, на точность. А в чем взаимосвязь-то? Если человек с мешка стреляет. Да, все равно выстрел произойдет для стрелка неожиданно, для новичка. На хорошем отрегулированном спуске. Не будет вот этого усилия жесткого перед спуском. То есть стрелок даже не поймет, в какой момент будет спуск. А как мы знаем, самый лучший выстрел это неожиданный выстрел. Да, абсолютно согласен. И у тех, например, кто занимается пулевой стрельбой, есть даже термин подработка плечом, где они перед выстрелом, даже на слабом калипсере, немного влияют на приклад, и точка попадания чуть-чуть изменяется. Правда, там изменение точки попадания это какие-то миллиметры. Для практической стрельбы, где мы стреляем, скажем, вонг или попер 30 сантиметров, это вообще ни о чем. Но, тем не менее, да, изменения есть. С другой стороны, с мешка, насколько это влияет, я не уверен. Конечно, даже пристреливать оружие тоже надо уметь. Можно сделать это за буквально пару выстрелов, а можно потратить целый магазин. Господин Пабло, интересуется. Подскажите, пожалуйста, законно ли тюнинговать свое оружие? Например, приклад, цевье, УСМ и ТД. Можно ли тюнинговать свое оружие? Законно ли? Законно ли? А я бы сказал, что да, законно, если вы делаете это законно. Да. Ну, есть законы, в нем все написано. Гражданам разрешается производить ремонт своего собственного оружия, но все, что касается основных частей, которых 5, берите, честно говоря, не на нас полагайтесь, мало ли какие-то хрены непонятные, лысые сказали что-то в интернете. Берите, открывайте закон об оружии, там все сказано. Если основные части, то их нужно чинить с помощью специального направления на ремонт в сертифицированных оружейных мастерских фондах. Царь-батюшка, скажите. Слушай, цари, герцоги, цары. Графы. Графы, да, хоть один, есть нормальный рядовой. А ведь, видимо, все с арками. Все с арками, видимо, да. Следующий вопрос сейчас не подтверждает вашу теорию, потому что вопрос звучит так. Подойдет ли Сайга 410 для тактической стрельбы? Или это смешно? Ну, это для тебя вопрос, Евгений, ты должен на него ответить. Для меня? Ну, Сайга 410 известная своей надежностью. И, по-моему, уже когда только выпустили этот аппарат, сразу народ... Тогда мемов, наверное, еще не было, но шутить начали много и по делу в целом. Да, и это так давно выпустили, что еще мемов не было. А надежность, он, конечно, в кавычках, ребята, она... Так ее не заставили работать на 100% надежно. Хотя некоторые говорят, вот, моя работает абсолютно надежно, но они делятся на две категории. Первая категория, они просто сделали 10 или 15 выстрелов, а вторая категория, это действительно счастливчики, у которых действительно она работает. Но в основной своей массе, там, с подачей проблемой, с экстракцией проблемой, с геометрией гильзы проблемой, с подачей, с горкой подачи, короче, там хватает проблем в этом калибре. И сейчас практически по какой-то причине, а вообще, наверное, причина понятна, да? Что пилишь там больше, чем стреляешь. Да нет, на самом деле, 410-й калибр, он, в основном, пулевой калибр. Потому что там, да, и картечь вроде как, и дробь была под него, но там навески такие, что смешно становится. То есть, в основном, это пулевой патрон. И здесь мы имеем ситуацию, что такой своеобразный эволюционный виток в развитии отечественного оружия с появлением калибра 366, псевдонарезных калибров, то есть, дало большой толчок в развитии, но при этом убило тот самый 410-й калибр в отечественном оружии. Ну, поскольку вопрос был, годится ли он для тактической стрельбы, для тактической годится, а для практической нет. Человек весит 62 килограмма, и рост у него 186 сантиметров, и он боится, что не сможет держать отдачу от випря 12-го калибра. И вот просят совет. Как мне поступить, брать или не брать випря? Если серьезно, то есть Таня Коробейник, которая невысокого роста и небольшого веса, изящная девушка, но она вполне успешно стреляет. Есть чемпионка мира. Есть другая чемпионка мира, Алена Карелина. У нее, хотя и не вебрь, а сайга, 12-го калибра, сайга 340, и она тоже вполне стреляет. И вот на этом видео она стреляет с одной ноги. Поэтому, мне кажется, Алена лучше всех отвечает на ваш вопрос. Николай Сосыкин спрашивает. Вопрос финансовый. На тренировках, на тренировке содержание оружия и выезда уходит очень много денег. Это все на своей кровной или есть спонсирование? И если есть, то как привлечь спонсора? У каждой по-своему. Я со своими спонсорами сплю. Иван Татновский спрашивает. Попробуйте ответить на этот вопрос. Что лучше, АК или АР? Ответ каждый хорош по-своему не считается. Ну, если вопрос, что лучше АК или АР? АР. Итак, человек с ником Полигон95 спрашивает. Меня давно мучил вопрос про выстрел патронов 9 мм из DR9. Была обратная ситуация. У нас на тренировке случайно патрон оказался не тот. Да и был выстрел. И заторница закрылся, а выстрел произошел, тем не менее. Заднюю часть патрона вырвало. Магазин выплюнуло вместе с патронами. Верхнюю часть магазина разорвало. И, собственно, было неприятно, но дальше функционировать оружие продолжило. У тебя были такие ситуации? Там, как оказалось, оно функционировать продолжило и до сих пор функционирует. Я просто видел это оружие. Но, к сожалению, в сакральном для САЙГИ 9 месте трещина появилась. Серьезно? Да. От выстрела, да? Я не знаю, от выстрела или нет. А, может быть, она от выстрела? Вообще, насколько я знаю, это не первый случай. То есть, это был второй выстрел уже в 345 на этой же САЙГе. Там очень внимательный владелец. Как выяснилось, у него есть и тот калибр, и другой. Ну, в общем, от первого выстрела, насколько владелец рассказывал, подуло коробку ее в мастерской. Немножко возвращали на место. Но, в общем, теперь там красуется трещина. И в какой момент там появилось, неизвестно. Но там на стрел, на самом деле, на САЙГе порядка 10 тысяч. Феликс Вернадский спрашивает. Не собираетесь ли вы попробовать себя на поприще высокоточки? Я собираюсь. Я тоже собираюсь. Это очень интересное поприще. В Патриоте планируется все-таки открыть направление для стрельбы на дистанции до двух километров. Мы хотим-не хотим, но высокоточку попробуем. Это, во-первых, увлекательно. Во-вторых, в Патриоте два километра. Это недалеко от Москвы. И мы знаем, насколько доступен для стрелков этот комплекс. Это просто супер. Это настоящий будет прилив новых людей. И старые смогут оторваться. На 300 метров стрелять скучно. Безусловно, у нас будет что-то об этом. Мы постараемся рассказать вам о высокоточной стрельбе. И сейчас у Ивана на тесте находится прицел от компании Discovery, китайца. Но это качественный китаец. И благодаря ему высокоточку можно заходить с гораздо меньшей суммой, чем сейчас. Высокоточная стрельба – это действительно высокобюджетный вид спорта. И если вы хотите попробовать и конкурировать, то вам придется выложить кругленькую сумму. Поэтому нужно придумывать способы, чтобы не тратить последние деньги и не продавать почку. Вторую. А первую продали, чтобы купить АР-ку. Да, точно. А не очень цены нужна была. Останови в туалет, пожалуйста. Михаил Колтаков спрашивает. Сайга-12 исполнение 0.30 и Вепр-12 ВПО-205. Кто проживет дольше? Сравнений множество, но что надежнее и дольше проживет, по вашему мнению? Как мы знаем, ничто не вечно под луной и Вепр и Сайга ломаются. Но по моему опыту Вепр ломается чаще. Там есть конструктивные просчеты в уголовке затвора. Сделан выпил, в котором все время происходит поломка. Ломается шток, ломается газовая трубка, потому что она держится на точках сварки и так далее. Да, у нас целое видео есть. Да, у нас целое видео, про которое мы уже говорили. И на Сайге гораздо реже я встречал подобные поломки. Но ту модель, про которую вы говорите, 0.30 Сайга, очень редко используется при больших настрелах в практической стрельбе. А мы говорим только про большие настрелы. Маленькие настрелы, там тысяча, две, пять тысяч, это не так страшно для любого ружья. Для Вепр и Сайги, я имею ввиду. Но у нас не используется такая модель, поэтому я не скажу, может быть, в ней конкретно есть какие-то косяки. Хотя в Таиланде у меня запилена была именно такая модель и с ней проблем не было. Мне кажется, что Сайга живет дольше. У этого видео нет спонсора, но вы можете поддержать нас, приобретая товары в магазине pschannel.ru. Там очень много разного тюнинга для вашего оружия. Это всегда проверенный товар и адекватное отношение к покупателю. Тем, кто постоянно приобретает аксессуары для своего оружия в магазине pschannel.ru, мы делаем скидку 10%. На сегодня это все. Задавайте ваши вопросы в комментариях и на самые интересные мы дадим ответ в одном из наших следующих видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!